Привет, друзья! Давайте сегодня поговорим о фразировке и о фигурах, которые можно использовать для того, чтобы сделать ваше звучание более интересным. Вообще, значение фразировки сложно переоценить. Я уже давно это для себя понял и очень много времени посвятил работе над фразировкой. В основном на меня повлиял в этом плане Робин Форд, пожалуй, да, ну и многие другие музыканты. Фразировка это то, как вы формируете ноты во фразы, да, то есть фразы могут быть одинаковые по протяженности, разные по протяженности, разные по мелодическому контуру, разные по акцентам. И вот со студентами, когда мы занимаемся, и наступает этап, когда мы выучили там пентатонику, блюзовую гамму, диатонику, да, какие-то базовые звукоряды, пробуем импровизировать, поиграли разные длительности, триоли, шестнадцатые, восьмые, начинаем импровизировать и сталкиваемся с тем, что ритмически все очень скучно получается, да. И вот существуют разные приемы, которые позволяют вам сделать вашу игру интереснее. Сегодня я расскажу об одном из таких приемов. Он заключается в том, что вы используете протяженность фразы, фигуру, которая не укладывается как бы в бит точно. Ну, допустим, если вы используете пульсацию шестнадцатыми нотами, да, в своей фразе, то вы, ваша фраза будет состоять из пяти нот, или из шести нот, или из семи нот. То есть, главное, не из четырех и не из восьми. Это создает такой эффект, при котором фраза будет как бы смещаться по сетке, и, соответственно, будет смещаться акцент. Это дает очень такой выразительный эффект ритмический. Сейчас я вам покажу под метроном варианты, когда я играю просто по четыре ноты, да, и когда я буду добавлять пять нот, шесть нот, семь нот. Как это звучит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Используя тут блюзовую гамму А здесь я играл используя вторую ступень Диатоническая такая штука Давайте рассмотрим Наверное я покажу подробнее нотами Чтобы было понятно Конкретные примеры Которые вы можете использовать И потом поиграю под бекинг трек Чтобы вы почувствовали Как это в контексте музыкальном звучит Итак Первый фрагмент Я играю в ми миноре От ноты ре Вот такую штуку У нас здесь Раз, два, три, четыре, пять, шесть Можем еще спуститься до ноты ре Получится 7 нот Ре, си, си бемоль, ля, соль, ми и снова ре У нас получается 7 нот И вы можете зацикливать фигуру Там из пяти шестнадцатых Из шести шестнадцатых Из семи шестнадцатых Причем обратите внимание Можно как бы смещать акцент То есть подчеркивать куда он приходится А можно как я сейчас играл Я стараюсь сохранять тот же акцент И есть ощущение Что фраза таким хитрым образом Ложится на сетку Это первый пример И второй пример Будет в боксе пятой ступени Я буду играть Ре, си, ля, соль, фа, диез, ми, ре То есть типа мы с седьмой ступени Ре, си, ля, соль, фа, диез, ми, ре Вот таким образом Вы можете придумать Свои какие-то фигуры Естественно там Главный смысл Еще раз его подытожим То есть если вы играете шестнадцатые ноты В размере четыре четверти У вас на одну долю приходится четыре шестнадцатых И ваша фраза, которую вы зацикливаете Вертушка Должна содержать пять нот Либо шесть Либо семь Либо девять Ну то есть не заканчивается четко в долю И она повторяется непрерывно За счет этого создается смещение Вот это эритмическое Я думаю вы основную суть уловили Сейчас я поиграю Немножко под бэкин трек Постараюсь повставлять эти штуки Чтобы вы послушали как это звучит Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот примерно так это звучит Я наверное использовал это слишком много Это такой учебный пример Оно немножко было навязчиво Но чтобы вы почувствовали Какой это дает эффект интересный Достаточно Подписывайтесь на мой канал Оставляйте комментарии Задавайте вопросы Подписывайтесь на телеграм-канал Записывайтесь на онлайн уроки Будем разбираться с этими темами более подробно Увидимся в следующих видео Субтитры сделал DimaTorzok